Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, помогите, пожалуйста, понять, как быть дальше. Ананин, мне, честно говоря, кажется, что для того, чтобы вам помочь определить с тем, как быть дальше, нужно понимать то, чего вы хотите, то есть как быть дальше, чтобы что. Понимаете, просто позиция, что я хочу, там, не знаю, например, быть, там, к примеру, ну, в отношениях, допустим, с человеком, это, конечно, здорово, но я бы сказал, что, наверное, этого все-таки маловато, потому что мне кажется, что необходимо ваше желание, если таковое есть, что-то для человека делать, то есть что-то человеку дать. Если такого желания что-то человеку дать у вас нет, вот, ну, его, в принципе, и не должно быть, но если такого желания нет, то мы говорим о чем-то, что является вашей собственной потребностью, вот. Если мы говорим о том, что является вашей собственной потребностью, то мы говорим о том, что вам этот человек нужен как костыль. Кроме того, если вы не можете понять, как вам быть дальше, то, вероятно, вы либо не уверены в себе, либо чего-то боитесь, либо, в принципе, не привыкли быть к себе внимательнее, не привыкли прислушиваться к себе. Вот, поэтому тут тоже есть моменты, на которые, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. Дальше, ситуация вкратце такая, ну, почему ситуация вкратце, ну, это как бы, если вы к своей ситуации, которая, по идее, вам важна, если вы относитесь как к чему-то, о чем можно говорить вкратце, то возникает вопрос о важности этой ситуации для вас. Вот. Я бы, я бы так сказал бы, я бы так вам сказал. То есть, понятно, что здесь есть свои моменты, вот, понятно, что здесь есть, какие-то определенные аспекты, вот, ну, выглядит это все, мягко говоря, не очень хорошо, то, что вы, вкратце, хотите описать нам ситуацию, которая для вас, ну, вот, теоретически, важно, теоретически для вас, имеют значение, имеют значимость, имеют цены. Вот. То есть, это, ну, как бы, вот, вопросы к вам здесь появляются. Понимаете, да, о чем я говорю? Дальше. Так, была в отношениях девять лет, рассталась, начала отношения с другим, который хотел полноценную семью со мной. Были в отношениях девять лет, расстались, из-за чего расстались. То есть, как бы, ну, вот. Основания для расставания у вас какие были? То есть, я думаю, что не просто так люди расстаются после девяти лет совместного проживания, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вы как-то вот постарались бы этот момент пояснить. А, в чем причина того, что вы расстались со своим, я так понимаю, молодым человеком. И, значит, из-за чего вы расстались, вот, и дальше вы пишете, что вы стали встречаться с другим человеком, который хотел с вами семью, вот, то есть, можно, наверное, сказать, что семья для вас имеет, вот, важное значение, раз вы, может, готовы ради семьи встречаться с другим человеком только потому, что он готов с вами семью создать, вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, важность для вас семьи очень важно увидеть. Очень важно это зафиксировать, вот, чтобы вы сами для себя хотя бы увидели. Вот, то есть, семья, она, вот, для меня, что значит. Дальше, через полтора. Месси с вами бывший объявился, а я рассказал, что у меня новые отношения. Он сделал сейчас, чтобы меня вернуть, и сделал предложение. Ну вот, здесь, на мой взгляд, ситуация такова, что вы, как будто бы, ну, не столь важно вам, вот, как будто бы, да, не столь важно вам, кто рядом с вами, вот, не столь важно, какой человек рядом с вами, Скоро важно, чтобы с вами был, собственно говоря, кто-то, кто-то. Вот. Сейчас я, конечно, вот, не знаю, но выглядит это, к сожалению, выглядит это, к сожалению, вот, таким образом, таким вот образом. Вот. Я не знаю, насколько для вас это, ну, приемлемо или не приемлемо, да, вот. Хотел бы, конечно, конечно, тут, вот, какую-то обратную связь от вас получить. Вот. Ну, пока, пока ее, к сожалению, нет, поэтому, можно только, вот, на данный момент, можно, наверное, только предполагать. Предполагать, что, вот, для вас сейчас, ооо, наличие, ооо, человека, рядом с вами, вот. который хочет семью. Потому что предыдущий мужчина хотел также с вами семью. И с тем, с кем вы 9 лет в отношениях находились, вы также с ним, получается, сошлись только после того, как он сделал вам это самое предложение. Пока он предложение вам не сделал, вы с ним как-то вот не ходить. Понимаете? Поэтому я бы сказал, что здесь очень важный момент. Дальше. Значит так, он сделал все, чтобы меня вернуть. Ну вот здесь вы говорите, что он сделал все, чтобы вас вернуть. Вот. Как будто бы вы сами не участвовали. То есть как будто бы вот сами вы не принимали такого решения. То есть как будто бы вот не адвес, да, условно говоря, а зависит будете вы с ним или нет. Ну как будто бы не вы решаете, что хотите там, ну к примеру там, не знаю, что-то сделать для, допустим, человека. А как будто бы вот он вас убедил, что вот вам нужно быть с ним, вы решили быть с ним. То есть опять же, но тоже здесь, ну вот, в какой-то степени угадывается, я бы сказал, ну некоторая, может быть, некоторая пассивность, вероятно. Вот. Хотя, понятное дело, что я могу ошибаться, я могу, в принципе, быть неправ, да, но вот выглядит, 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 выглядит все вот таким образом. Ну вот, по крайней мере, сейчас, по крайней мере, на данный момент. Вот. Я не знаю, замечаете вы или нет, вот вы сами замечаете или нет, о чем я пытаюсь вам сейчас сказать, потому что элемент этот, как мне кажется, ну достаточно важный. Дальше. Дальше. Так, теперь у него в голове постоянно мыслит, что я очень быстро нашла ему замену, и что он не единственный меня. Вот. Вот. Но вообще-то, это правда, что вы нашли ему замену. То есть, речь идет не о том, что вы ему изменили. Я, ну, например, морализаторство вот не собрался здесь, это мне не интересно. Вот. Вот. Я больше про то, что вы действительно нашли, нашли ему довольно быстро замену. Вот. Вы же с ним расстались. И сразу начали встречаться с другим, получается, человек. Вот. Знаете, какая штука? Опять же, вы поймите правильно, я вас ни в коем случае не обменю в чем. Вот. Начали встречаться. И начали встречаться. Это ваше право, с кем встречаться, что делать. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на этот аспект. Дальше. Три месяца уже прошло, и периодически, на этом мы ссоримся, называют это изменение, хотя я считаю, что мы расстались, что я была свободной. Это правда. Это правда. Это абсолютно правда, но, почему-то, тем не менее, вы ссоритесь. То есть вот, казалось бы, вы правы, что вы свободны были. Вот. Право. Ну, почему тогда? Вы ссоритесь? Какой вы выносите? Выносите? Клад. В конфликт. В ссор. Вот. Я думаю, что на этот вопрос. Очень важно ответить. Чтобы вы сами для себя увидели. То есть, ну, если вы уверены в себе. Вот. Если вы считаете, что правы, я просто считаю, что вы правы. Если вам понравился мужчина не только тем, что он готов был создать с вами семью, то почему же вы от своего нового мужчины отказали столь быстро? Прикладываю ответственностью на своего текущего парня, что он сделал всё, чтобы вас вернуть. Вот. Мне кажется, что это несколько позиции. Несколько позиции избегающих. Я бы сказал. Так. Решать. Этот вопрос. Вам. И только вам. Больше никому. Но, на мой взгляд, вы здесь себя обманываете. Как мне кажется. По крайней мере. Дальше. Так. Новое отношение начала так быстро, чтобы забыть его. Ну, вот. Получается, что у вас здесь избегание боли. А значит, избегание опыта. У вас здесь потребность создать семью. Ну, потребность, вот, семьи создать. Необходимая семья в защите родственников. Вот. Тут нужно, ну, как-то вот исследовать, да, чтобы понять, что конкретно с вами происходит. Вот. Вот. Потому что, на мой взгляд, то, что вы описываете, ну, это вот, в какой-то степени довольно серьезная неосознанность вообще. Рассказала, потому что я хотела показать, насколько я серьезно решилась на перемены. В смысле? Ну, вот, то есть, в смысле. Насколько вы серьезно решились на перемены. Что это значит? Вы ему это хотели показать? Или вы себе это хотели показать? Простите, но... Как-то вот пока что не очень этот момент ясен. Ну, на мой взгляд, не очень этот момент ясен. Вот. То есть, хотелось бы немножко больше информации, что вы в это, что вы вкладываете. То, что, вот, хотел я ему показать, насколько важно то, что я решил на перемены. Ну, а вы... Вы боитесь перемен? Получается. Таким образом. Или... Или как это? Или... А если вы боитесь перемен, то, простите, с чем это связано? Вы боитесь перемен? Понимаете, да? Дальше. Дальше. Вопрос. Если шанс решения на нормальную... На нормальное проживание с ним. Ну, если вы не будете ссориться, то более чем. Более чем. Есть. Конечно. Если вы не будете ссориться. А если будут ссоры, то нет. Никак. К сожалению. Ну... Потому что ссоры не... Ну, по умолчанию не способствуют... Тому, чтобы люди... Как-то вот... Сближались. Вот. Не способствуют как-то... Тому, что... Чтобы... Люди устраивали адекватные отношения. Вот. Поэтому... Ну, я бы сказал, что это вот... От вас зависит... В какой-то степени. Если вы... Ну, к примеру... К примеру... К примеру... Если вы... Чувствуете... Себя... Эм... Допустим... Виноватой. Вот. А где-то в глубине души все-таки... Чувствуете себя... Виноватой. То... Большая вероятность, что у вас... Эм... Отношения все-таки... Все-таки быстро это не удастся. Потому что... Эм... Мужчина будет ощущать... Что... Эм... Ну... Что вы... Эм... Виноваты. И будет вас... Собственно говоря... Как-то вот... Виноватность. Как говорится. Вот. Ну, просто потому что вы... Скороется, вы ему... Будете это подводать. Вот. Вот. А... Если же вы... Да... Будете... Вот... Ну... 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 Вести... Несколько... Поувереннее... Вот. Если вы будете... Вести сюда... Несколько... Поувереннее... То... Шанцев... Что... Построить отношения... Будет... Куда больше... Вот. Вот. чем сейчас, вот, потому что у вас, образно говоря, появится за что уважать, именно мужчине, я не говорю, что вас не за что уважать, вообще, я говорю, что именно мужчине появится, именно мужчине появится, вот, за что вас уважать. Сейчас просто он видит в вас, в вас изменится, вот, ну, вы ему, как бы, в этом, помогаете. Вот. К сожалению. Дальше. Эм, так. Эм, просто изменить, ну, это всегда будет у меня окей, ну, без психотерапии, вот, без психотерапии. Ага. Может, может и навсегда. У него это в голове остаться, это правда. Если вот, ну, если это не прорабатывать, если человек не отдаёт себе отчёт в том, что это его проблема, например, допустим, то это может быть на постоянной основе. Подобная сторона. К сожалению. Так. Дальше. Эм, прошлое изменить нельзя, но мне за, мне за третьих месяца было намного лучше, чем за девять лет с ним. Он изменился, потому что потерял меня, но доказывал, что этого месяца не дождалось. Эм, я боюсь, что мужчина не изменился, эм, вот, собственно, здесь я вынужден согласиться, вот, с коллегой, который сказал вам, что он просто поменял немножко роль, вот, но он не изменился, эм, ну, как таково, потому что если бы он не изменился, то, э, вряд ли он бы вас виноват оба сейчас, то есть вряд ли он бы обвинял вас и так далее. Вот. Поэтому, тут, такой момент, вам нужно, мне кажется, э, ну, постараться, э, признать, что, возможно, человек остался тем же, тем же процент, занял несколько другую позицию, вот, понимая, что, например, вы нуждаетесь в нем, допустим, вы нуждаетесь там, ну, условно говоря, в том, э, что он, э, может, ну, в том, что он может вам дать, например. вот, и это, конечно, его, э, ну, подогревает манипулировать, манипулировать вами, вот, как это мне видится, по крайней мере. вот, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. вам нужно, как мне кажется, поработать здесь над тем, того, чтобы разобраться в своих чувствах, в том числе, к мужчинам, в своих чувствах, вот, пока в этой стороне. И больше уже смотреть по ситуациям, то есть я бы вот, я бы так вот был вам ответом. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует. Продолжение следует.